Здравствуй CryDiver. Сегодня я расскажу, как работает C-Sharp на CryEngine 5. А работает он плохо? Да ладно! В предыдущем уроке я рассказывал, что можно изменять значение атрибут в теге Project и значение тегов в тегах Prappity Group. Далее у нас есть тег Import, он отвечает за импорт в проект файлов Praps и Targets, в которых указываются различные условия. Praps рекомендуется загружать первым, а Targets последним. Теги Prappity Group и Item Group можно указывать несколько раз, а также задавать атрибут Condition, чтобы установить условия выбора тега при сборке проекта. С помощью тега Reference с атрибутом Include в тегах Item Group нужно указывать ссылки на библиотеки, которые используем в C-Sharp файле. Библиотеки, которые вшиты в NetFramework, можно указывать без указания пути и не копировать файлы в свой проект. Об этом поговорим чуть-чуть позже. С помощью тега Compile с атрибутом Include в тегах Item Group нужно указывать ссылки на C-Sharp файлы, CryEngine 5 это делает автоматически при генерации решения и, к сожалению, только это. С помощью тега NAN с атрибутом Include в тегах Item Group можно указывать конфиг файлы си условиями работы приложения. Обратите внимание на Econfig, он будет копироваться в месте сохранения вашего приложения. Еще существует тег-контент с атрибутом Include в тегах Item Group. Можно указывать ссылки на любые файлы, чтобы компилятор их просто скопировал вместо сохранения приложения. В итоге, что мы имеем? CryEngine 5 в проекте указывает только ссылки на C-S файлы. И после каждой генерации решения нужно указывать теги снова. При ручной генерации к спрой мы еще можем решить вопрос. Но как решить вопрос при написании C-Sharp кода, размещенного по пути Assets Code? Мы не сможем в нем применить различные библиотеки, так как генерация C-S-PROY для него делается на уровне C++. Остается вариант писать свои названия класса, обвертки, в главной библиотеке или подключать библиотеки динамические через DLAIMPORT. В целом, положительная динамика в улучшении CryEngine 5 видна, он все ближе по удобству к Unity. Но что-то CryTag мешает, или работники зажрались, или им мало платят, или 5 прорабов на одного работника. Давайте теперь немного по душам змея. Я вам медленно покажу весь файл, вдруг захотите себе код скопировать и покажу, как добавить свежую функцию. Например, мне нужно, чтобы из моего проекта, конфиг файлы попадали в C-S-PROY. Для вас 7 минут для меня часов, не помешало бы подписаться. В данном файле я добавил следующие улучшения, установка путей DLL и прапс файлов из папки нахождения файла проекта C-S-PROY. При этом для библиотек NetFramework с названием System достаточно создать текстовый файл с названием библиотеки. Переменная includes и массив поиска C-Sharp файлов нам идеально подходит. Копируем этот код и устанавливаем после условия проверки наличия файлов C-Sharp. Меняем расширение на нужное нам. Меняем название тега на NAN. Все, теперь вы умеете измея душить. Ваше домашнее задание будет заключаться в том, чтобы изменить положение подключения файлов прапс на самый верх под первый тег импорт. И добавить подключение файлов Targets под последний тег импорт. Далее я вам покажу удобное с моей точки зрения написание CMD команды. Вот таким нехитрым образом можно в столбик прописать каждую команду, удобство читабельность просто зашкаливает. Вы можете пойти дальше и прописать условия EFLs для возможности выбора сборки на текущий момент. Переменная plugin – это путь к проекту CS Proy. Переменная MSBuild – это путь к компилятору Microsoft ToolsBuild. Переменная .NET – это путь к компилятору .NET Core. Переменная Project – это путь к проекту CryProject. Переменная CryEngine – это путь к лаунчеру движка. Переменные парам с подчеркиванием Cry и парам с подчеркиванием брауза – это переменные с пустым значением, чтобы не было ошибок. Эти строки – общие команды под два решения. Эта строка запускает компиляцию проекта CS Proy. Эта строка запускает нашу игру после компиляции. Эти строки – команды для изменения CS Proy под второе решение. Эта строка запускает компиляцию проекта CS Proy для которого указаны другие команды. Эта строка запускает наше приложение. Это код паузы, чтобы мы смогли изучить логи в CMD. В Microsoft есть такая проблема, как кэширование скомпилированного решения. Кэш сбрасывается, если мы пересохраним файл csproy. Поэтому необходимы эти cmd команды, чтобы создать пустой файл дамп, добавить к нему содержимое csproy, удалить оригинал csproy, скопировать наш новый файл дамп на место csproy и удалить ненужный новый файл дамп. Сейчас я вам продемонстрирую эту проблему. Закомментировав cmd команды, я скомпилирую несколько раз проект и вы увидите, что время создания нашего решения не изменится. После чего раскомментирую cmd команды, скомпилирую проект и время обновиться. На этом урок окончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях мнение об уроке, а также свои пожелания. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok